И 72 года назад, 12 июля 43 года, произошел перелом в битве на Курской дуге. Это так? Да. Алексей, как образовалась эта ситуация? Итак, я имею в виду вот этот выступ и, то есть, кратко, события, которые предшествовали битве на Курской дуге. Курский выступ образовался в результате двух событий. Это общезимнее наступление Красной армии и немецкий контрудар под Харьковом. И если бы не контрудар Манштейна в конце февраля, начале марта, то был бы не выступ, была бы, так сказать, достаточно прямая линия фронта на подступах к Днепру. Вот этот вот контрудар под Харьковом, который привел к тому, что был потерян Харьков, был потерян Белгород, образовался такой вот изгиб фронта, который получил последствия наименования Курской дуги. Соответственно, северный фаз – это следствие попыток окружить Орловскую дугу немцев. Но поскольку немцы спешно вывели из-под Држева 9-ю армию свою, поставили на южный фаз Орловского своего выступа, и тогда окружение их под Орлом не состоялось весной, в марте, опять же, 43-го года. Поэтому возник вот это вот образование Курской дуга, достаточно обширный выступ, и ввиду того, что в центре этого выступа находится город Курск, ну и получил свое именование Курская дуга. И в дальнейшем Курская битва стала общепринятым названием этих событий. Тогда вот у меня какой вопрос. Алексей, в последнее время в иностранной прессе появляются статьи, я не могу сказать, что каждый день, но с завидным постоянством, где якобы исследуются некоторые аспекты Курской битвы. Это целенаправленно или это в общей конве? Все. Причем, вот я вам посылал статью про авиацию, вы сказали, что она весьма наивная. Да, вот по авиации наивная, потому что у нас сейчас, на самом деле, вот Курская дуга, это то, чем можем мы гордиться в плане исторических исследований. У нас есть сильные исследования и сухопутных сражений, это Щекотихин, Замулин и воздушная битва, это Хазанов и Горбач. Поэтому вот я когда прочитал вот эту статью, которую, по-моему, из журнала Aerospace, по сравнению с книжкой Хазанова и Горбача по воздушную войну над Курской дугой, она, в общем, довольно слабая. То есть так вот перепеваются всевозможные сказки, легенды и прочее. То есть, ну, не современный уровень, но тем не менее, да, все прекрасно понимают, что Курская дуга – это перелом в войне, это утрата окончательно немцами стратегической инициативы. И ввиду этого, да, западная пресса не оставляет Курск без своего внимания. То есть, например, есть книга Цеттерлинга Франксона, уже почти 10 лет назад вышедшая, про Курскую битву, статистический анализ. Про ней пишут и, например, Стивен Ньютон, достаточно обширные исследования, в том числе в виде тех слов, которые рассказывали американцам немецкие генералы. Их американцы сплошняком опрашивали после войны всех пленных. У них была такая foreign military status, они знали, что будут воевать в Советском Союзе, ну, предполагали, что будут воевать в Советском Союзе. И они всех немцев сплошняком опрашивали, как вы там с Ивановыми воевали. Понятно, что местами немцы гнали такое, что святых выноси, всякие сказки. Но, тем не менее, иногда вполне толковые вещи рассказывали о том, что происходило. И Курская битва – это вполне известный эпизод. Столкновение брони – это, что называется, последнее десятилетие. Одна из тех тем, которые пишут и пишут. Причем, знаете, я обратил внимание, благодаря британским разведданным пишут какую-то там с претензией на серьезную историческую статью. Но эти данные узнала советская разведка. Никакие британские спецслужбы располагали, но они ничего не хотели советской стороне передавать. Да, то есть предыстория такова. Манштейн приболел, отправился там до операции даже какую-то делать. Его занял место, занял такой немецкий военкомандующий, военачальник Вейхс. И он отбил в Берлин радиограмму, в которой описывал, так сказать, предполагаемые силы советских войск, которые будут встречены в ходе некой операции. И вот эта вот радиограмма была перехвачена англичанами, расшифрована, а советские разведчики в лице кембриджской пятерки это все увидели. Которые становятся шестеркой, семеркой, восьмеркой по прошествии времени. Да, но тем не менее агент Кернкросс, который передал эти данные, потому что для союзников на самом деле ультра вот это вот взломанные немецкие шифры, это была тайна за семи печатями, которые они раскрыли уже спустя десятилетия после войны. И особо не делились на самом деле сведениями, полученными этим путем. Хотя они читали все, что только можно представить, включая переговоры, например, немецких кораблей в Черном и Балтийском морях по радио. Ну так вот, благодаря этому документу и другим разведданным принято было решение обороняться на Курской дуге. Так что можно сказать, что британские разведсведения фигурируют в этой цепочке, но это лишь одно из звеньев, которое привело к этому выводу. Поскольку, естественно, помимо этого и другими источниками всегда, опять же, надо помнить, что на одном источнике никогда никто ничего серьезного не строит. То есть, советское командование узнало о немецкой операции «Цитадель», по-моему. Вот можно, какова была немецкая цель немцев, что им противопоставило советское командование? — Цель немцев была срезать Курский выступ. В советских книгах обычно писали, что после срезания Курского выступа должен быть бросок на Москву, но реальный план был бросок в тыл советским войскам на Донбассе, такая операция «Пантера». Цель была достаточно амбициозной — вернуть себе инициативу, нанести поражение Красной Армии, большие потери. Может быть, эти большие потери заставят русских там сесть за стол приговоров и удастся избежать унизительного поражения в мировой войне. Речь шла именно об этом. Советское командование поставило войскам, на самом деле, очень разнообразный план. То есть, советское командование вошло в лето 43-го года не с банальным какой-то оперативной задачей обороны Курской дуги. Была поставлена задача еще в апреле 43-го года и обороняться, и наступать, готовиться и к обороне. То есть, Курский выступ обороняем, а на Миусе, на Юго-Западном фронте, под Славянском, который сейчас ныне широко известен, и на Орловской дуге собирались наступать и готовились к наступательному операции. Вот эта комбинация обороны наступления, то есть, оборона должна была поглотить немецкие танки и вообще, так сказать, наиболее серьезные силы немцев, а дальше мы наступаем и гоним немцев на Запад. Вот этот план, он в целом сработал, то есть, тут никаких вопросов. То есть, стратегический замысел советского командования, вы говорите, себя оправдал. Да, это вот именно комбинация наступления обороны, вот если бы, как говорится, на всех остальных направлениях сели, сложав ручки, а только оборонили Курский выступ, ничего бы на самом деле не вышло, если так вот по большому счету говорить. Немцев заставили остановить цитадель, во-первых, перейдя в наступление на Орловской дуге, вот 12 июля, 72 года назад, обычно это говорят, Прохоровка, но забывают, что помимо Прохоровки перешли в наступление Брянские западные фронты, и у немцев затрещала вся Орловская дуга, они вынуждены были срочно сворачивать наступление, забегали по всему Орловскому выступу золотая дыра, потому что фронт посыпался, они все растащили на наступление, и фронт начал сыпаться стремительно. — Алексей, в последнее время и на Западе, и наши, давайте я их назову журналистами, столько у меня язык не поворачивается их называть. — Филологами, да. — Да-да-да-да. — Известно, есть один известный филолог, если вы хотите. — Да-да-да, много там есть, несколько журналистов, не очень известных, ну, бог с ним. Они говорят, что Прохоровка, катастрофа, потери, ну, в общем, опять трупами завалили. Там, предположим, немцы потеряли пять танков, а мы пять миллионов, 555. — Ну, если брать конкретно Прохоровку, то своих целей контрудар не выполнил. — Контрудар наш. — Да, наш контрудар не выполнил. — Алексей, пожалуйста, остановитесь именно на этом, потому что, как нас обвинили, совершенно несправедливо, не нас, вас, не объективно как-то, вот, чтобы объективно все было. — Ну, объективно ситуация была такова, что команду, и на самом деле даже командующий Воронежского фронта Ватутин говорил, что удар-то мы спланировали еще 9 июля, но что-то он как-то не очень своевременный. Но практически на уровне ставки Василевского было решено все же его наносить. Этот контрудар под Прохоровкой на всякий случай, подчеркну особо, немцы встали в оборону на всякий случай, они никакие советские резервы не вскрыли. Они не знали, что на них идет целый молот танк в армии. Они про это не подозревали до утра 12 июля. Вот это один из парадоксов. Но поскольку встала в оборону там здоровая толпа почти 20 тысяч человек дивизии «Лип-штандарт» с пушками противотанковыми, с танками, какое-то количество там тигров у них было. И это были обстрелянные солдаты? Ну, они обстрелянные. Нет, и 5-я гвардейская танковая армия тоже, в общем, была, прямо скажем, не только что сформирована, не сырая. Но она была укомплектована, опять же, по меркам 43-го года. Понятно, что у нее там были всякие эти легкие Т-70 из автомобильных агрегатов, которые были, в общем, обнять и плакать по меркам 43-го года. Но, тем не менее, укомплектованная армия пошла в контрудар. Но проблема номер два, помимо того, что как не очень своевременно это все было, не так, как когда планировали, немцы в предыдущий день захватили то пространство, то гладкое поле, на котором должно было разворачиваться силы для контрудара. В итоге на пути советского вот это наступление его вынуждены были отнести назад. И вот там я был на этом месте, там между железной дорогой и рекой Псел. Вот это Прохоровское поле, достаточно узкое. И оно перегорожено оврагом. В результате советские вот эти атакующие части, они выходили порциями. То есть они объезжают овраг, выезжают две танковые бригады на немцев. Немцы, вот эти 20 тысяч в обороне, лейбстандарт, так сказать, головорезы и вооруженных до зубов, они эти две бригады встречают, их бьют, выезжают следующие две бригады, их бьют. И, в общем-то, потери были большие. То есть была потеряна одним корпусом около половины своей техники, второй, по-моему, 60%. Это были 29-18 танковые группы, а при этом была группа, которая прорвалась вдоль железной дороги, за деревьями, ну, лесопосадки, чтобы снег не заносил. И они под железной дорогей, за этой лесопосадкой доскакали практически до немецкого тыла. Другая бригада вдоль реки Псел, опять же, прошла почти два артиллерийских позиции, вот там встретили тигры. То есть не все было совсем уж плохо, но, тем не менее, та задача, которую ставили, то есть хотели ударить изо всех сил по немцам, и они побегут. Немцы не побежали. И, на самом деле, в тот же день, 12 июля, немцев подловили в другом месте. На другом стороне, ровно, так сказать, на противоположной стороне немецкого вклинения, две советские бригады вышли в тыл 48-му немецкому корпусу, сели у него на коммуникации, и весь 48-й корпус, толпа там, тысяч 50, была вынуждена крутиться на хвосте и загонять эти несчастные две бригады, которые в итоге вышли к своим. То есть главный успех был достигнут в другом месте по России армии Катукова. Вообще, Курскую битву на южном фасе, один из главных творцов победы, это Катуков Михаил Ефимович, который под Москвой, точнее, под Мценском, ну и, на самом деле, на Волоколамском направлении участвовал. И под Курской дуге его армия держала на себе толпу из двухсот пантер, ста челых душей и... Ста тысяч? Сто человек, вы сказали, вооруженных дуг? Нет, одна дивизия немецкая, эсэсовская, это 20 тысяч человек. 20 тысяч человек, да, но это эсэсовская. Да, эсэс. А если брать обычные немецкие дивизии, они там 10-15. То есть это эсэс, они были особо, они по штату имели столько народу, это была реально толпа, они проломили... И вот лейпштандарт, это эсэсовская дивизия. Да, лейпштандарт, вот они были как раз под Прохоровкой, Райх, лейпштандарт, мертвая голова. А вот с другой стороны был обычный армейский 48-й корпус, который, на самом деле, тоже был намаханный, и у него было 200 пантер. Вот эти 200 пантеры за несколько дней сточили почти в ноль. А сейчас на радиостанции говорит Москва новости, а после новостей мы продолжим беседу с Алексеем Исаевым о Курской битве. Этим голосом сказано всё. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, у нас в гостях истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Алексей Исаев. Сейчас Алексей ответит на те вопросы, которые пришли в письменном виде по поводу Курской битвы. Потом он продолжит свой рассказ, а потом он будет отвечать на ваши вопросы, которые будут заданы в прямом эфире. Алексей, пожалуйста. Да, значит, вопрос был у тебя с Сергеем Прохоровым. Встречный бой по кинофильму «Освобождение» или непродуманная атака Ротмистрова на подготовленную позицию немцев по Замульну? Значит, это действительно не встречный бой. Непродуманное, это, пожалуй, слишком сильное высказывание. Но да, это удар армии Ротмистрова по позициям немцев. Если интересует вопрос, где был встречный бой танковый, это Соборовское поле. Это северный фарс Дуги. Там действительно было танковое сражение, где наколотили немало число немецких танков. Сейчас, насколько я знаю, обсуждается вопрос о том, чтобы там мемориал поставить в Соборовское поле. Я считаю это вполне обоснованным, потому что это вполне подтверждается. На самом деле говорили о нем, естественно, и раньше, но вот сейчас поступили дополнительные подтверждения о том, что да, там было дело. Еще вот прекрасный вопрос. Опять же, он чуть-чуть пересекается с подвеловцами, но на него нельзя не ответить. Валерий, таких случаев было много. Шла война, в стране был бардак из 12 тысяч, как минимум половина легенда. Сразу возникает вопрос, а он считал? Вот в архивах сидел, считал. Значит, вот как человек, который много бывал в архивах по разным поводам, соответственно, по всей войне, не могу сказать, что я там узко какую-то одну битву рассматривал. Я могу сказать следующее, что очень много представлений на героев Советского Союза, и на самом деле на другие ордена, отклонялись, все это рассматривалось, могли отклонить, дать место героя Советского Союза, там, Красную Звезду, не знаю, Отечественную Войну. То есть понятно, что любой эпизод, который представляли, он всерьез взвешивался. Алексей, расскажите про Маринеско. Да, вот пример Христоматины, говорящий о том, что не только подтверждение нужно было, хотя у Маринеско с подтверждением все нормально. Он утопил два больших немецких корабля. Это просто достижение огромное, на самом деле, если так честно говорить. Неважно там, кого везли, кого там не везли эти корабли. Это хорошее достижение, но тем не менее, ввиду того, что у него были проблемы с дисциплиной, и были у него, к нему претензии, в том числе по предыдущему походу, недостаточная активность, ему не дали героя, дали орден Ленина, и это тоже пример того, что героя давали не всякому. А вот если дали, то это значит, что действительно основания для этого были весьма веские. И, опять же, о бардаке. Воюет армия, это миллионы человек, и всегда есть возможность спросить одного, второго, третьего, и вот эта система, она работала. И героя давали не сразу. Да. Да, всегда представление. Это представление оценивалось. В случае необходимости опрашивали людей. И только если действительно было достаточно веских оснований, давали героя. И то же самое касалось и других наград. Скажите, пожалуйста, вот в фильме «Горячий снег», великолепный фильм, великолепная книга, в конце фильма, когда выставили, сделали все, что нужно, приезжает командующий, Жонов его выбирает, и он у ординарца, адъютанта, он берет ордена и раздает их со словами «все, чем могу». Имел ли право? То есть это могло быть реально? Ну, это героя так вот. Нет, нет, нет. Горячий, конечно, никакой. А если в очевидных случаях, бывали даже случаи, что называется, с груди там перекалывали. А вот так даже? Да, но это, опять же, это до официального оформления. То есть это все потом оформлялось, и могли быть на самом деле разные случаи, так сказать. Но в общем случае, если ситуация очевидная, если есть масса свидетелей, как бы сам командующий своими глазами видит, что происходило, почему нет? Но подчеркну, это все же не такие награды, как Герой Советского Союза. Вот, пожалуйста, вот смотрите, Алик, Алекс, Алекс, вообще, Алекс это хорошая кличка для восточноевропейской овчарки. Уж не для человек, чтобы его так звали, но он пишет, что Маринеско преступник военный, ему надо, его казнить надо, а не ордена вручить. А он атаковал вполне конвенционную военную цель, к этому абсолютно никаких претензий нет. Корабль шел в охранении, Густав шел в охранении военного корабля, задачи его, если мы, опять же, у нас есть сейчас возможность доступа к немецким документам, в которой прямо сказано, какова была задача у Густава, эвакуация школ подводного плавания из районов, которые подходят советские войска. то, что они к себе набрали беженцев, это совершенно параллельно было перпендикулярно целям операции. И то, что корабль шел полным ходом в сопровождении военного, он был конвенционной целью. Тут к Маринеско абсолютно никаких претензий нет. Если уж вы хотите, так сказать, поговорить о правилах войны, давайте поговорим о корабле Капаркона, когда английские штурмовики Тайфун 3 мая 45-го года разнесли, пустили на дно ракетами корабль Капаркона, на котором был, кто бы подумали, заключенный концлагерей. Причем вишенка на торте в этом в том, что по ультра вот этой знаменитой англичанам поступала информация о том, что вывозят заключенных концлагерей. И вот эта атака, она шла вразрез с этими разведодонесениями. Если бы шло все всерьез, вот эта оценка разведодонесения, вполне возможно, что никто бы не атаковал эти корабли. А так налет и несколько тысяч человек абсолютно действительно невинных, там не было никаких подводников. Если на Гуслове реально были подводники военнослужащие и вермахта, и криксмарина, то на Капарконе ничего такого нет. А охранники были, которые, естественно, все попрыгали в воду и больше всего спаслись. Кстати, во время битвы за Соломоновы острова американцы потопили два огромных транспорта с японскими военнослужащими и потом их добивали с воздуха в воде, чтобы они не доплыли до берега и не начали стрелять. Да, война это жестокая штука и, кстати, есть и Гои, где потопили еще больше, чем на Гуслове, опять же, в том числе военнослужащих немецких. Это война и когда идут вот эти вот транспорты, они могут везти людей, которые будут убивать наших солдат. Никто с этим не царимонит. Естественно, была бы возможность могли остановить, осмотреть, но в данном конкретной ситуации с Гусловым ее не было и здесь вот так говорить Маринеску биться, это, я считаю, просто возмутительно. Немецкое наступление и наступление советских войск, контрнаступление советских войск. Почему немцы добились только незначительных каких-то успехов во время Курской битвы, а наши их выгнали не просто? Вот тут как раз сработал вот этот вот, что называется, как сейчас модно говорить, хитрый план с комбинацией наступления обороны. С одной стороны, немцы стягивают силы, стучат по Курскому выступу кулаками, при этом... А оборона... Вот, Алексей, как раз вопрос по этой теме. Насколько хорошо была организована эта оборона? Она была... Во-первых, на ее организации было много времени, много недель. Это был беспрецедентный случай во время войны, когда имелась длительная передышка. И что успели сделать? Во-первых, набили эту оборону минными полями, которые немцы просто с вытраченными глазами смотрели на то количество мин, с которыми пришлось столкнуться. Опять же, беспрецедентно. Накопили боеприпасы и могли за июль 43-го года Красная армия расстреляла три-четыре месячного выпуска боеприпасов по разным номенклатурам. Опять же, накопив то, что было накоплено за период затишья. Еще... Это в стране, где бардак был, везде. Да, да, в стране бардак, но тем не менее, так сказать, умудрились накопить... Промышленность работы... Довести, довести эти боеприпасы к орудиям, которых выстрелили. Собственно, Центральный фронт Рукасовского в основном упирался на артиллерию и не позволял работать немецким саперам. Все эти чудо-танки немецкие наезжали на минные поля, подрывались, и все это ввязло. А вот этот вот хитрый план с наступлением барона, он сработал с тем, что ударили по тем местам, которые были слабы, фронт разваливается, и немцы вынуждены тушить пожар, естественно, вступает бой с марша, понятно, что эффективность ниже. Еще самое главное достижение, которое было в контрнаступлении, собрали немецкую поврежденную бронетехнику. Дело в том, что немцы наступали, у них танки подрывались вот на этих колоссальных минных полях, они, естественно, не изничтожались, не выгорали дотла от подрыва минах, только повреждение ходовочия, они их вытаскивали, и они ждали ремонта. Поскольку танки новые, тигры, пантеры, двигателей не хватает, деталей ходовой не хватает, и все это добро было сложено недалеко от фронта, примерно, от 10, 20, 30 километров. И когда советские войска идут на наступление, они весь металл он дружно собирают. Причем немцы, богатая страна, они пытались эти все тяжелые танки даже вывозить гигантскими автомобильными трейлерами. И все эти трейлеры тоже стали трофеями советских войск. Было такое место Борисовка под Курском, и 7-8 августа 43-го года там набрали аж 75 пантер. Вот так вот с куста собрали целые ряды этих пантер. И дальше немецкие танковые войска в результате, опять же, контрударов, в которых они терпели глобальную неудачу, то есть поле боя оставалось за советскими войсками. Опять потери танков, уровень боеготовой бронетехники резко падает, нечем защищаться, и немцы были вынуждены отходить на выгодный рубеж обороны Днепр. Вот эта вот двухходовка, мы обороняемся, мы выбиваем танки, а потом металлом дружно собираем. Она сработала на 5 баллов. Другое вопрос, что там Орловская дуга, немцы там строили оборону очень давно, с зимы 41-42-го годов, там тоже было колоссальное количество мин, но смогли ее взломать, погнать немцев до Орла, и хоть и вытеснили их, не смогли окружить. То есть, все же, немецкая достаточно была плотная и хорошо набита группировка, окружить не смогли, но сумели выбить с этих обжитых позиций. И дальше уже, вот, например, одним из главных достижений последующим, когда между двумя группами армии Дыра, в нее армия, оборонявшаяся под Курском, 13-я армия Пухова, идет в Днепру, и, можно сказать, практически в полигонных условиях форсирует Днепр, в устье Припяти, гигантский плацдарм образует, практически не встречая сопротивления. То есть, действительно коренной перелог. Да, реально коренной перелом. И то же самое с Днепром. Немцы на него отходят, а их по параллельным маршрутам преследуют, и часто оказывалось так, что немцы не успевают целиком переправиться на другой берег, а на него уже заняты плацдармы советские. И они вынуждены опять же работать на действия противника, то есть, Красной армии, пытаться сбить с этих плацдармов, и уже не получается, потому что успевают закрепить. Вот Днепр, опять же, мы очень часто поминали сегодня героя Советского Союза, Днепр, река героев. Это совершенно справедливо, потому что люди там делали чудо, когда переправлялись, как говорится, чуть ли не на бревных плотах. Сходу, да? Да, рыбацких лодках, сходу, занимали плацдармы, сумели туда перетаскивать и отбивали удары соединений. Вот одним из героев битвы за Днепр стала 7-я гвардейская армия Шумилова, которая оборонялась под Курском, потом она заняла плацдарм и тоже оборонялась. Ее долбили элитные немецкие дивизии, а люди, имея за спиной Днепр, по которому под ударами авиации что-то там подвозили, они отбили все эти атаки и потом пошли на кривой рог. И вот это было вот это вот лето 43-го года, несмотря на то, что дело шло тяжело, понятно, что немец был еще силен, сумели добиться огромных успехов вот этой комбинации наступления обороны, наступления обороны. Опять же, в последнее время, да и в последнее расхожее мнение, союзники высадились в Италию и немцы все отправили в Италию. А тут, в общем, была прогулка для тайской армии. Тут как бы сразу, а кого отправили в Италию? Вы назовете поименно, кого отправили? Выясняется, что... То есть название частей соединений. Да, и выясняется, куда они поехали? Вот сняли ударную группировку из-под Белгорода. ССовский корпус. Куда он поехал? В Италию? Нет, он поехал на Милосфронт, потому что там у немцев в Донбассе затрещал фронт, они понеслись туда тушить пожар, потеряли больше, чем под Прохоровкой, и потом, опять же, с запозданием поехали обратно, когда пошло советское наступление на Богодуху в начале августа. ССовский корпус, он мотался там. Другой вопрос, что его управление итогом боев дивизии Лейбстандарт и действительно вывозили в Италию, но не защита Сицилии, где высадились, а в Италию на отдых. На перегруппировку. Италия, на самом деле, если читать все вот эти вот сводки, опять же, есть сейчас ОКВ, ОКХ, все эти же обуви, там четко написано, что да, Италия для нас не самая большая проблема, что мы там... На самом деле эту проблему оккупировали без особых напрягов и вытаскивали чего-то с Советско-Германского фронта, потому что Италия гористый рельеф, они там сели на этом гористом рельефе, сумели опять же с Сицилии убежать вовремя. То есть успехи союзников были не таковы по сравнению с советским наступлением против Орловской дуги, когда везде фронт сыпется и сейчас огромная группировка, потом 800 тысяч человек может оказаться в котле. Италия оказалась какой-то очень далекой для германского Верховного руководства проблемы. Так, 24-й спрашивает, был ли артиллерийский контрудар Красной Армии перед началом Курской битвы? Так называемая контрподготовка, да, она была. Достоверно подтвержден и успех контрподготовки в полосе, опять же, 7-й армии Шумилова. Шумилов, ну, скажем так, герой 43-го года в целом. И Паулюс его армия в плен брала, и на Курской дуге отбивалась под Белгородом и не профорсировала. Ну, так вот, под Белгородом контрподготовка достоверно нанесла немцам большие потери, но вообще в целом успехи контрподготовки были скромные, поскольку цели были заранее известны, стреляли по предполагаемым участкам, и на самом деле вот контрподготовку уже по горячим следам битвы, и после войны ее критиковали. Говорили, что она была там недостаточно продуманная, но особых проблем немцам не создала, и это было фактом. Но тем не менее, эпизод, где она сыграла, тоже есть. То есть, вот на Центральном фронте обычно говорят, вот Рокоссовский устроил контрподготовку, был адский удар по немцам, это не совсем так. Это даже в освобождении показали, это не совсем так, и артиллерия Центрального фронта врезала по немцам уже под панерями и под так называемой танковой высотой 250. Вот, кстати говоря, ведь под панерями тоже было очень серьезное сражение. Да, да, панерей, это туда шли вот эти вот вваленые фердинанды, действительно, с непробиваемыми лбами их отбивали артиллерией, вот там один из, так сказать, творцов победы, это вот как раз тот-то был у Аркасовского начальника артиллерии, Заков. У меня осталось два вопроса, после этого, я думаю, вот будут новости, а после этого Алексей Исаев будет отвечать на ваши вопросы. Возвращаясь вот к этой статье, битва в воздухе на Курской дуге, в той статье, вот, которую я вам посылал, Алексей, там совершенно такое впечатление, что немцы всех сбили, кого хотели и улетели. Это совершенно несопоставимая, по-моему, цифра потерь. И действительно, Курская битва, это первый раз советская авиация имеет преимущество. Да, вот традиционно говорится, что да, в первый раз завоевали господство в воздухе, но это все же преувеличение. Вот господство в воздухе, оно было потом, и как раз-таки подвиг и успех Курской битвы, он во многом велик, потому что это в условиях постоянного противодействия немецкой авиации. Все вот эти контрудары советские, первый, кто на них реагировал, от немецкой авиации, и она изо всех сил опыляла, пытающей прорваться к ним в тыл части. Так что господству в воздухе все же добиться не удалось, но добились преимущества, и не позволяли немцам, так как это было в 1941-1942 году летать совершенно свободно, то есть полет без сопровождения обычно для немцев плохо заканчивалось. Но тем не менее ни одна из сторон не обладала безусловным преимуществом. в воздухе были там проблемы как говорится с той и с другой стороны, то есть, например, в первый день битвы, когда пытались нанести удар по немецким аэродромам, немцы притащили радары, и вот этот контрудар, он был вовремя засечен попыткой этого удара. Это стало проблемой, но тем не менее смогли лишить немцев вот этого господства, заставляли действовать в условиях постоянного противодействия, эффективность была, естественно, ниже, и главное в наступлении в обороне. То есть, когда оборонялись, когда сами пошли наступать. Вот Маша прислала сообщение, что она к 70-летию победы нашла своего деда. Она пишет, что она удивилась его родовойск, разведывательная химическая рота. Ну, в честь такого счастья Маши, объясните, Алексей, что это... Что такое? Не, но химическая разведка, это, естественно, в первую очередь предполагалось, что на случай применения противника химического оружия. Ну, а так, это выяснение, в том числе, не отравили ли колодцы, не отравили ли пищу, то есть, те вещи, которые... Алексей, правда ли, что всю войну обе стороны возили с собой химическое оружие, но, к счастью, так и не применили? Возить, пожалуй, все же не возили, но... Было наготове. То есть, были производственные мощности, было применение немцев химического оружия, так сказать, по названию все же, это химическое оружие, вещества, когда... Аджамушкайские каменоломни. Ага. Да-да-да. Это было подтверждено не только какими-то рассказами, но и экспертизой, когда соскребали каменоломен со стен, проводили анализ, и что действительно обнаружили там отравляющие вещества, раздражающего действия. Есть показания про то, что пытались поменять в Сталинграде, опять же, вот эти вот дымовые шашки и слездачевый газ. Ну, хлорпикрин. Вот это, да, это такие эпизоды тоже проскакивают по всей войне. Но химическое оружие, поскольку немцы понимали, что их начнут сразу бомбить города химическим оружием, если они начнут, и, кроме того, все уже понимали, что по опыту Первой мировой войска опылять химией, оно более-менее бесполезно, потому что войска подготовлены, всех постоянно противогазы, эффективность будет никакая. А города бомбить, это, опять же, к себе получить. И, Алексей, последний мой вопрос. Вот вы нам очень интересно подробно изложили то, что происходило на Курской битве. Что было на других участках, на участках фронтов? На другом участке, другим участком, в первую очередь, который стоит назвать, это МИУС-фронт. Это там, где пытались немцев сбить с Донбасса, вытянули резервы немцев с Курской дуги. Первый подход в июле решительно успеха не достигли, но зато следующий подход к снаряду уже в конце августа 43-го года уже вполне успешно. И что меня больше всего поразило, когда я читал документы по МИУСу, что немецкий контрудар в августе отбили соединение, которое здорово потеряли людей в июльском наступлении, там дивизии были по 4 тысячи человек, тем не менее, немецкий удар разбился, как брошенная в стену стеклянная бутылка. И пошли дальше, освободили Донбасс, дошли до реки Молочной и дальше уже к... То есть Курская битва, это выходит не только Курская дуга, но и наступление Вот то, что вы рассказали, это великолепное осуществление стратегического плана. Это именно стратегический план комбинации обороны наступления. Точно так же, под Ленинградом опять попытались сбить немцев вот этих крепких мигинских высот под МГОЙ. И надо сказать, что хотя стронуть немцев все же не удалось, потери были ниже, в первую очередь потому, что немцы утащили свою авиацию под Курск. И воспользовавшись тем, что так сказать, Геринговские эти самые Орлы улетели под Курск, там провели наступление, заняли небольшую территорию, но тем не менее, чуть-чуть сбили немцев, и потери были невысоки именно из-за того, что это, так сказать, вроде как периферии, можно немцев пнуть, ударить. Так, пользуясь случаем, вопросы, которые пришли в виде СМС-сообщений, использовали ли в Красной Армии немецкие трофейные танки? Использовали, да, и могу сказать, что под Витебском в декабре 43-го года была целая бригада, вооруженная только немецкими танками. И использовала, естественно, и пантеры использовали, и тигры, и даже есть фото, правда, размытого королевского тигра, который был захвачен и использован. Понятно, что использование ограничено, потому что запчасти, горючие, но тем не менее, оно было, и я бы сказал, по масштабам вполне впечатляюще, даже у нас переделывали немецкие танки в самоходке Су-76и. Одна из них даже есть, правда, вот сейчас на территории Украины, до нее не доедешь, но стоит вот этот Су-76и, это немецкий танк, переделанный в советскую самоходку. Да, вот сказали, и так, Рокоссовский, Курской битве вообще ни при чем. Я, можно сказать, распинался, рассказывая про Центральный фронт. А не вас, да? Центральный фронт, его командующий Рокоссовский, и то, что, я рассказывал, Центральный фронт отбивался артиллерией от немцев под панерями на танковой высоте Соборовское поле, это тоже Центральный фронт. То есть, Рокоссовский был, во-первых, человеком, который отбивал немецкое наступление и добился в этом успеха в том плане, что уже к 9 июля оно почти сошло на нет. А еще дальше пошел в контрнаступление, такая была Хромская операция. Да, окружить не удалось, но, тем не менее, в дальнейшем это создало предпосылки вот для того броска к Днепру 13-й армии, о которой я говорил. Так, ну вот, Юля проснулась и требует рассказать о легенде о 28 героях панфилосов. Юль, сейчас все бросим и вам все рассказываем. Уже, да. Ну, можешь послушать на начало нашего передача. Достаточно много времени. Так, новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а последние полчаса передачи Алексей Исаев будет отвечать на ваши вопросы. Большая просьба, формулируйте вопросы заранее, и я прошу вас, избегайте фразы, я хотел бы задать вопрос, вы для этого и звоните, а время тратится. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. У нас в гостях историк Алексей Исаев, и он сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Алексей, вы нашли там какие-то вопросы, присланные? Да, например, скажите, как вы относитесь к очень некорректному сравнению историка Игоря Чубайсова, историк в кавычках согласен, о том, что в Первую мировую войну Россия потеряла 700 тысяч человек, а во Вторую 27 миллионов. Во-первых, это, как говорится, давайте не смешивать теплое с мягким. Во Первую мировую войну безвозвратные потери русской армии составили 2 миллиона 250 тысяч человек, а не 700 тысяч человек. Соответственно, во Вторую мировую войну мы потеряли четыре раза больше, но мы, что называется, вписывались за европейскую цивилизацию. В основном война шла на Советско-Германском фронте. В Первую мировую войну за европейскую цивилизацию цивилизацию попок рвали французы, они его надорвали. Англичане? Да, англичане на Соме, да, то есть англичане и французы, посмотрите, вот есть в интернете выложена книжка Многотомник Занечковского про Первую мировую войну, там в конце есть таблички, сколько немецких дивизий было на Западном и Восточном фронтах. Ну, картина, она достаточно очевидная. В основном немцы упирались на Западном фронте в Первую мировую войну, но тогда англичане и французы. В Великой Отечественной Второй мировой мы изо всех сил писали за европейскую цивилизацию и выиграли. 7373948 по коду 495 будьте любезны, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Добрый день, а подскажите, пожалуйста, просто хотел уточнить, вот вы говорили, немцы не хотели применять химическое оружие, потому что боялись мести, ну, хотел просто уточнить этот вопрос, потому что, ну, мы сами знаем, какие немцы творили зверства, да, в том числе, и вот когда Ленинград они окружали, вот почему все-таки никто не применял оружие, вот, в том числе и на мирное население. Спасибо. Хотя, мне кажется, вы ответили, Алексей. Ну, что касается Ленинграда, немцы собирались уничтожать его население конвенционными пулеметами и колючей проволокой, то есть была четкая установка осень 41-го года, если население голодное Ленинграда попытается прорваться из блокады, то есть колючая проволока, есть мины, есть пулеметы, мы их всех скосим. Нам их кормить никакого интереса нет, это четко прослеживается по приказам и дневнику Лейба, командующей группой армии Север. Так вы же уже говорили об этом, что мне своих тяжело прокормить. от нашей Ленинградской дороги своих тяжело кормить, еще какие-то, какое-то население из Унтерменши. Да, да, 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Алексею Саеву. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор беспокойся. Пожалуйста. Два вопроса можно сразу? Да, Виктор, можно, но конспективно. Через Красную Армию прошло до 35 миллионов якобы за период войны, а через сколько прошло, сколько прошло через немецкую армию? Это первый вопрос. И второй, роль и судьба Мехлиса? Я смеюсь, потому что мне по дороге на радиостанцию Алексей рассказывал, что он сейчас по тому, чем он занимается, как историк, должен будет вникнуть в суть этой фигуры. Да, конкретно Мехлис. Значит, что касается, кто прошел. Прошли через Красную Армию 34 миллиона, это цифра есть у Кривошеева в России в войнах 20 века. Как говорится, можете все заглянуть, убедиться, какова структура этой цифры. Через Вермых прошло несколько, больше 20 миллионов человек. То есть, на самом деле, как я уже неоднократно говорил, с закидыванием трупов были большие проблемы, потому что не то соотношение призывных контингентов. Что касается Мехлиса, это был, в 41-м, это был, я бы так сказал, человек, который постоянно всех отдавал под трибунал. История Павлова, я не согласен с тем, что Павлов осужден справедливо, из него сделали мальчика для битья, это Мехлис. Расстрелы в 34-й армии на Северо-Западном фронте, когда были потеряны Катюши, это Мехлис. Обвинение Качалова, командующего 28-й армии, в том, что он сдался немцам, это Мехлис, уже после войны, ну, даже не после войны, практически в конце войны выяснили, что он погиб в танке при прорыве из окружения Качалов, имеется в виду. В общем, в 41-м году это был такой, что называется, кулак ярости, часто бестолковый. В 42-м году он попал на Крымский фронт, он очень много сделал для Крымского фронта, достаточно сказать, что Крымского фронта возили двигатели для танков авиации самолетами, он пытался навести там порядок изо всех сил, но был не очень квалифицирован военным человеком, а парой ему оказался человек такой, я бы сказал, интеллигентный, интеллектуальный, бывший преподаватель в Академии, Козлов, но недостаточно харизматичный, вот если бы там дали ему какую-нибудь харизматичную Рокоссовскую, они бы там может сработались, может быть не было бы катастрофы Крымского фронта, но тем не менее я не склонен обвинять Мехлиса в катастрофе Крымского фронта, скажу кратко, что Мехлис не заставлял плохо маскировать мины, которые 8 мая 42-го года немцы сумели снять и пройти вглубь обороны, поэтому ни один Мехлис в этом виноват, там очень была сложная ситуация, сейчас занимаюсь как раз Крымом, все будет исследовано, там немцы и чудо-оружие всякое применили, там все было гораздо сложнее. Когда ждать книгу вашу о Крымском фронте? Я надеюсь, что в следующем году будет не только моя, но будет коллективная работа, я отвечаю за сухопутную часть, и вот сейчас занимаюсь как раз именно сейчас Крымским фронтом. Далее Мехлису, опять же, ему ставили в пару уже к более таким крепким мужикам, и как раз вот на Курской дуге он был членом военного совета на Брянском фронте, там был Маркиан Попов, человек, которого, в отличие от Козлова, где сядешь, там и слезешь, и в дальнейшем Мехлис, в общем, был при деле, и больше вот так вот такой плакаярости себя не встроил, и в основном занимался вполне практическими делами, занимался личным составом, и, ну, сильно сник он после Крымского фронта, конечно. Так что фигура противоречивая, но я не могу сказать, что вот он такой бяк и плохой совсем, то есть он был просто честный, и очень яростный человек, вот он, ну, раз, слез туда, куда, может, не стоило лезть со своими оценками. Иван, 14 раз задал один и тот же вопрос, правда ли, что танк Т-34 можно было заправлять сырой нефтью? Нет, это у нас трактора были, которые можно было заправлять сырой нефтью, а танк Т-34 требовал нормального дизельного топлива, как раз вот проблемы были, когда в 1941 пытались заправлять бензином, и танки горели. Это было введение дизельного топлива, оно шло не совсем гладко, так, ответ нет. 7373948, телефон нашего прямого эфира, здравствуйте, ваш вопрос. Здравствуйте, Леонид, Подмосковье. Да, пожалуйста. Будьте забрызгать, и почему нельзя считать открытие второго фронта, вот высадку немцев на Сицилии, этот на год на целый год раньше, чем в 1944 году. И второй вопрос, вот сколько же было вот танков с обеих не совместивано конкретно с советской стороны на Прохоровском сражении и с немецкой. Вот сколько немецких, сколько наших танков. Спасибо большое. Всегда говорится общее количество танков, а не разделяет. Спасибо, Леонид. Спасибо большое. Значит, на высадку на Сицилии на второй фронт не тянуло, поскольку, во-первых, не угрожало жизненным центрам Германии, то есть до них надо было еще через всю Италию, через города, еще потом через Альпы. Поэтому реально высадка, которая угрожала сердцу Германии, Руру, это все же лето 44-го года. Поэтому никто, на самом деле, это, кстати, на Западе, никто не считает, что Сицилия это прям такой вот весь из себя второй фронт. Это достаточно периферийная, такая же периферия, как и Африка. И по силам задействованы мы по возможным проблемам для немцев. Да, значит, что касается про танков. На самом деле, немецких танков на Прохоровском поле было очень мало, там было буквально несколько десятков. С советской стороны действовало около 400 татков, двух татковых корпусов. Основным их противником были, на самом деле, не немцы, немецкие танки, а немецкие противотанки в артиллерии. Потому что немецкая пехота встала в оборону, ощетинилась противотанковыми пушками, и танки, там было просто, что называется, маленькая пожарная команда рота сына министра иностранных дел Риббентропа. До сих пор, кстати, жив этот человек. Вот рота танков Риббентропа там тусовалась перед противотанковым рвом, который был. А потом уже подтянули и тигры, они подтянули, которые защищали их артиллерии. Но в любом случае, это было Прохоровка, именно вот сама вот Прохоровское поле. Это в большинстве степени сражения танков с пехотой противотанковой артиллерии, чем с танками. Вы можете задавать вопрос Алексею Исаеву в виде СМС-сообщения плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки четыре восемь через наш сайт, через Твиттер, Савык говорит о МСК, и код четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли, что немцы на оккупированных территориях строили церкви, храмы? Ну, я так скажу, что храмы в четырнадцатом веке строили. Я от себя добавлю, талоны на повидлы раздавали, на усиленное питание местному населению, я так думаю. Нет? Нет. Открывали, естественно, церкви, то есть, в пропагандистских целях. Немцы вообще пытались, так сказать, заигрывать с населением, но, естественно, остальная политика с отбиранием продовольствия, с достаточно жестким воздействием на то, чтобы не было никаких позывов даже вести какую-то борьбу, они вот этим вот заигрыванием, более того, РПЦ на это заигрывание, она пошла очень так с оговорками, поэтому-то Сталин уже в сорок втором году увидел, что церковники не пошли радостно заключать оккупантов в объятии, поэтому отношение к церкви. Кстати, вот церковный вопрос, патриарха, РПЦ, Гундяев, уверен, мы цитируем, потому что прислал нам на слушатель. Да, например, наши солдаты плохо обученные, плохо вооруженные, как Давид, победили Глиафа, ну, я бы все же не считал армию, которая имеет на вооружении, так сказать, пару десятков тысяч танков, сто тысяч стволов артиллерии, она плохо обученная, плохо вооруженная, вооруженная была на самом деле неплохо, и немцы, вот если читать немцев, они, у них Иваны постоянно с 52-тонными танками, с самозарядными винтовками, то есть вообще... Вы же говорили про самозарядную винтовку, это шок был для немцев. Да, шок для немцев, и они требовали, Футерлян, дай нам такую винтовку, им дали копию нашей СВТ в 43-м году. Г-43 у них была, вот если смотреть, разобранной, один в один, то есть только ложь по-другому выглядит. Да, еще тут задали вопрос, что... Немцы пользовались нашей трофейной техникой? Пользовались в небольшом количестве, я могу даже сказать, первый прецедент использования трофеев, это еще июнь 41-го года, под Белостоком, под Зельвянкой, когда немцы захватили танк Т-34, 5-й МГ батальон, и, кстати, у Гудериана, когда Гудериан начинает петь песни про то, что увидел Т-34 только в октябре 41-го года, это очень смешно, потому что его подчиненность захватили даже трофейный исправный танк, и на нем разъезжали, и все эти рассказы про то, что он открыл для себя Т-34 в октябре 41-го года, они очень смешно выглядят. Так, Алексей, спрашивай уже несколько вопросов от разных людей, какие ваши книги в ближайшее время выйдут? Ну, вот сейчас, что называется, Родина поставила задачу забраться с Крымом, будет коллективный труд, в котором я буду отвечать за сухопутную часть, это с 41-го по 44-й год. Об этом вы уже нам и говорили. Да, вторая часть будет Багратиона, то есть, опять же, я... Это вы параллельно работаете, вроде как? Да, параллельно, и вот то, что произошла архивная революция, это меня сильно не облегчает жизнь, то, что я могу действительно вести параллельные исследования благодаря выложенным в интернет документам, то есть, я не все, не за все мне надо ездить в Подольск, то есть, там выложено не все, то есть, там не выложены бронетанково-механизированные отделы, по потерям не выкладывали, ну, ввиду, опять же, специфики структуры, тут не столько там скрывать что-то хотят, никто ничего не хочет скрывать, нужно было бы в действии эти потери тоже регулярно фигурируют, просто структура своеобразная и объемы большие, поэтому это не имеет особого смысла выкладывать, по крайней мере, сейчас, поэтому в любом случае мне придется ездить выяснять какие-то вещи, но очень много мне в работе вот эта вот архивная революция помогает, поэтому я могу вести параллельные исследования. Но сейчас вот говорю, вот сейчас Крым, я вкладываю большие усилия и средства именно в то, чтобы нормально раскрыть, что было в Крыму, вот загадка Крымского фронта в 42-м, потому что это реально, в общем, во многом из-за много противоречивых вещей и обороны Севастополя. Алексей, по вашему мнению, массив документов, которые сейчас будут в вашем распоряжении, он достаточен? Да, вполне, понятно, что в 41-м ввели документацию хуже, чем в 44-м, это объективно, и наши немцы, это просто опыт, он во всем сыграет, но тем не менее, это достаточно для того, чтобы все делать, и опять же, и по немцам, они утрачивали, но уже там 44-й, 11-я армия, она четко отчитывалась, вот надо сказать, что Манштейн, вот чем можно ему в плюс поставить, что у него уровень документации был высокий, он четко каждый день отчитывал о потере, расход боеприпасов, потере техники, то есть у него это шло прям четко по дням, так что это все можно выяснять. 7-3-7-3-9-4-8, пожалуйста, ваш вопрос, Алексей Исаев, здравствуйте. Не, 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 музыка, какая музыка, нет, 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 7-3-7-3-9-4-8, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, дело в том, что я... Нет, вопрос, вопрос, дело в том, нет. Хорошо, сражался на Курской дуге мой родственник, Кадюков Михаил Ефимович, генерал, майор артиллерии, а прозвучало сейчас в эфире Катуков Михаил Ефимович. Нет, Катуков, Михаил Ефимович, командующий первый танк в армии, он не артиллерист, он танкист с самого начала. Он танкист, а вот удивительное совпадение, сражение на Прохоровке и тоже Михаил Ефимович. Спасибо большое. Спасибо, ну... Однофамильцы были, естественно, то есть Казаков у нас в армии несколько генералов был. 7-3-7-3-9-4-8, ваш вопрос, Алексей Юсаев, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Соответствия не сил между немцами и нашими войсками на Курской дуге, самолетом, танком, пушком, бойцом. Пожалуйста, спасибо большое за вопрос. Значит, ситуация следующая. По танкам соотношение примерно 2,5 тысячи у немцев танков ИСАУ на 5,5 у нас, это к началу битвы. Соответственно, по самолетам небольшое превосходство советской авиации, поскольку еще задействовали юго-авиацию юго-западного фронта, несмотря на то, что немцы постягивали. Что касается артиллерии, то тут, на самом деле, считать стволы, оно не так уж правильно, потому что важно, сколько выпускают снаряды. Так вот, на Курской дуге мы выпустили снарядов чуть меньше, чем немцы. То есть, мы фактически, несмотря на то, что находились в обороне, мы не проиграли артиллерийскую дуэль. И вот это было тоже переломным моментом. А то, что у нас было больше танков, очевидно, я думаю, это успех стратегического планирования. Не, ну, больше танков, просто Красная армия серьезно опиралась на бронетехнику. Это было характерной деталью, то, что мы предпочитали вопрос о роли тыла в победе под Курском. Наверное, надо говорить об этом. А ты ли вообще? Да, об этом в том числе. то, что сумели произвести боеприпасы, которые накопили и использовали, то, что сумели произвести вот те самые танки, которые стали резервами для использования, в том числе, что такое контрнаступление под Курском? Это степной фронт, который стоял в основании Курской дуги, который взяли и вывели в первую линию и пошли в наступление. 7373948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Нет. Нет, связь, связь, плохая связь. Извините, пожалуйста. 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. А вот правда, что нашим воинам фронтовые 100 грамм давали? И зачем? Война – это стресс. Огромный стресс. Естественно, для того, чтобы снять этот стресс предусматривая в том числе раздача спиртного, но чаще это все же после боя, потому что перед боем выпить, это человек никуда не попадет. А вот чтобы снять вот этот жуткий стресс войны, когда смерть постоянно над тобой, это да, ну, кто-то отказывался, кто-то не отказывался, но это была практика. по рассказам отца и его однополчан, после боя, когда там уже не по 100 грамм, к сожалению, приходилось, ну, многие не возвращались, выдавалось все все равно. После боя. Если надо было еще что-то делать, командир запрещал. Да. Оставалось, все оставалось, потом выдавалось. Да, но это, тем не менее, это практика, которая просто упорядочивала сам процесс. Вот интересно, наверное, у наших западных партнеров в те времена тоже выдавали? У немцев точно выдавали, у них практиковалась выдача, они и коньяки французские, и вино, и даже был эпизод, под Москвой приехал целый вагон красного вина, все бутылки побились, это была сплошная красная ледовая масса, они кололи на куски, топили и пили. Понятно. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос историку Алексею Исаеву, здравствуйте. День добрый всем, Вадим, под Москвой. Вот скажите, для меня вот особенно болезненно как-то воспринимается первая неделя войны, вот почему могли бы мы понять авиацию, если в этом случае как-то мог бы быть менее такой трагичный исход первого периода войны? Спасибо. Спасибо вам, Вадим. Вообще на эту тему мы с Алексеем Исаевым говорили, в архиве есть июнь 41-го года, очень была хорошая передача Алексея. Михаил Тимин, да, мы вдвоем были. Нет, вы авиация, а отдельно просто по нашей... Да, еще отдельно проявление. Конечно. Пожалуйста, Алексей. Ну как, если бы действительно не перекопали аэродромы, если бы там, может быть, без дальних перспектив ввели строительство ВВС там строго к июню 41-го года, то есть как будто знали бы заранее, то может быть смогли бы сыграть лучше, но реально, когда на нас наваливается лучшая армия Европы, тут все любые мелкие косяки, они вылезают и создают проблемы. На самом деле, при общем, так сказать, стратегической обстановке, когда нас били по частям, тут авиация уже не могла сыграть. Они что могли, то делали. То есть немцы постоянно ноют, что их, так сказать, долгие итальянские соколы. И, кстати, я напомню, что Алексей, вот это, я помню очень хорошо, Алексей постоянно подчеркивал в этой передаче, что с самого начала у немцев все пошло не так. То есть здесь отстали на полчаса, там куда-то не вышли или вышли на два часа позже, тут пришлось воевать с каким-то очагом сопротивления, ведь это так было. Да, и поэтому к Москве они уже заодно подсточились, но при этом вот, так сказать, небольшое все же позволю себе отступление к первой теме передачи, панфиловцев в октябре 41-го года утюжило свежая немецкая дивизия. Вот еще и подвиг Октябрьский под Волоколамском это то, что немцы взяли из резерва свежую дивизию, вторую танковую, и швырнули в бой именно в Тайфуне. И вот панфиловцам пришлось иметь дело не со сточенным соединением. И вот в этом плане еще сильнее. Вот, Олег спросит, какая роль авиации в Курской битве? Об этом говорил Алексей. Понимаете, вот если вы только что подключились, вы лучше вернитесь потом к этой передаче к архиву. Там все есть. 7373948 Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Я хотел бы узнать по поводу Курской дуги. На самом деле так было, потому что я читал мемуары немецких солдат, и там указывал что в принципе две армии были на марше. И как бы такого сражения не планировалось. То есть все произошло внезапно, и некоторые экипажи немецкие взбивались со счета, когда подожгли уже более тридцать наших машин. То есть неожиданно было все, как бы столкновение. Правда ли это? Это, видимо, про Прохоровку вопрос, но я так скажу, что никакого марша встречного боя не было, и там вот эти все рассказы происходящих с ума пулеметчиков, это все сказки Венского леса. И потом есть хорошая русская поговорка «Пожалел волковцу». Да, и совершенно точно по документам 2-го танкового корпуса СС известно, что Лейпштандарт стоял на Прохоровском поле в обороне, который ему поручили организовать в связи с тем, что надо было расчистить фланги, а конкретно занять северный берег реки Псел, чтобы с этого северного берега по Лейпштандарту нехреначили катюшами, потому что они когда пытались высунуться к Прохоровке и взять станцию, кстати, склады 6-й армии, включая склады боеприпасов, им как врезали с другого берега реки Псел катюшами, они сразу откатились назад и заняли хоть оборону там, где должна была наступать армия ротместа, но тем не менее они откатились. И вот для того, чтобы им расчистить, там Тоттенкопф строил мост через реку Псел. Тоттенкопф это дивизия СС-мертого голова. Да, ССС-ская дивизия строила мост, пытались там с фланга обойти, так сказать, затоптать позиции катюш, без особых успехов надо сказать, но тем не менее Липштандарт стоял в обороне и никаких маршев не было, то есть если бы их подловили на марши, я думаю, что их бы как раз таки армия ротместа закатала в это Прохоровское поле только в путь. Так, пожалуй, наверное, последний вопрос Алексею Исаеву, 737-3948, здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста. Меня зовут Олег Степанович, значит, родня в Магадухове живет. Два слова про Багадухов, про бой за Багадухов. У вас есть вопрос, извините? Да, пара слов про бой за Багадухов. Это известный эпизод, на самом деле. Пожалуйста, пожалуйста. Не, уже все, я уже, да, вопрос на самом деле. Но вы упоминали, вы же говорили о Багадухове. Багадухов, да, это один из эпизодов советского контрнаступления операции румянцев, когда город взяли с ходу, а потом его отбивали, удерживали от немецкого контрудара. Достаточно была тяжелая ситуация, это можно желающему почитать в мемуарах Катукова. У меня книга есть. Кстати, хорошая мемуария, Алексей. Да. Катуков. Да, Катуков, хотя там есть и какие-то художественности, но на самом деле, Михаил Ефимович, в общем, не все, что мог написать, то есть, он, так сказать, он про операцию Марс-то он особо не написал. Но, тем не менее, в общем, вполне многие вещи, они помогают мне постоянно, когда работаю, по каким-то темам, где участвую в Первой танковой армии, всегда смотрю Катукова, потому что он какие-то вот мелкие детали, они дополняют. И, кстати, тут слушательница Ирина обвиняла Алексея в том, что он недостаточно эмоциональный, ей неинтересно. Я советую почитать Донцову или Маринину. Нет, ну, это вопрос вкуса. Историк обязан быть объективным и, кстати говоря, достаточно сухим, потому что он исследует факты, которые потом предоставляют все это нашему вниманию. А за эмоциональностью, пожалуйста, Симонов, жди меня, горячий снег Юрия Бондарева в августе 44-го Богомолова колоссально...